Добрый день, меня зовут Игонина Татьяна Ивановна, я проживаю в село Сторожовка и от лица жителей села обращаемся к вам, Роман Викторович, решить нашу проблему в села Мео Сторожовка. Просим вас решить возникшую проблему, так как мы не знаем решение и не можем уже найти его. Подразделения Росавтодор, ФКУ Упердор, Нижеволжская курируют строительство федеральной трассы Р-158 и Р-228. На указанном участком дороги в 2023 году проводились работы по реконструкции. В рамках выполненных работ на сегодняшний день по проекту организации полностью перекрывается отбойниками левый поворот на населенный пункт Сторожовка. Данным поворотом пользуются жители населенных сел станции Курдюм, Труд, Зеленкино, Хутор Поляково, Линовка. Ближайший разворот по трассе планируется в районе села Широкое. Такое решение совершенно неприемлемо, так как расстояние у села Сторожовка находится в 7 километрах от Саратова. Мы как бы рядом, но по существу очень далеко. Экономически удлиняется маршрут общественного транспорта. Автобус 491 заезжающий из села Светлый 8 раз в день не сможет совершать дополнительный объезд в несколько километров. Он также на удаленном расстоянии. Таким образом, наши жители решаются воспользоваться общественным транспортом. Маршрутное такси 242 также будет вынуждено использовать дополнительное время для въезда и выезда. И, соответственно, пассажиры будут терять больше времени в пути. Соответственно, перевозчик будет вынужден поднять плату за проезд, что вновь нарушает права жителей. Личный транспорт жителей. Федеральная трасса – это единственный заезд в село и выезд в город Саратов. Большинство жителей работают в городе. Возят детей в городские сады и школы, спортивные клубы, бассейны. Большое затраченное время в пути и дополнительные расходы из семейного бюджета на топливо. Маршрут движения школьного автобуса, который перевозит детей из соседних сел и деревень в нашу школу, удлиняется по расстоянию и времени примерно на 40 минут, что становится не улучшающим фактором, а ухудшающим. Экстренные службы, такие как скорая помощь, пожарные, полиция, работающие для безопасности жителей, вынуждены будут также объезжать и тратить дополнительное драгоценное время, в некоторых случаях и минуты, чтобы оказать помощь населению. В село Сторожевка многими десятилетиями существует несколько заездов. ФКУ Пордор Нижеволжское уже перекрыло их отбойниками при капитальном строительстве скат на Волгоградской трассе, что является выше села, чем принесло неудобство и доп. траты жителей. На участке дороги с пока существующим съездом, который расположен, ранее было освещение, стоят столбы, но при строительстве его отключили, но так и не возобновили. Обращение жителей главе села для возобновления освещения участка федеральной трассы получен ответ, что работы не завершены и в рамках следующих действий по установке отбойника возобновят и освещение. Информацию о строительстве федеральной дороги жители села получили от главы на собрании, проходящем в 2023 году. Присутствующие сразу же задали вопрос и высказались против данного решения, блокировки въезда. И только 27 февраля 2024 года чиновники из районной администрации сообщили нам о предстоящей встрече с представителями ФКО «Пырдом Нижневолжская». У нас вопрос, почему районная и областная власть не довела и не выслушала жителей в данном вопросе, нарушая и не улучшая качество комфортного проживания населения. По многочисленным обращениям жителей в организации, районные, местные, мы получаем ответы, что данное строительство для их же безопасности, то есть для нас. Но левый съезд, а именно территория, прилегающая земли, позволяет сделать так называемый карман для поворота, то есть въезд с федеральной трассы, что не будет влиять на движение по трассе и безопасности жителей. И также необходима установка светофора. На участке поворота, в село, на улицу компрессорная, периодически, вот там у нас компрессорный, периодически возникает спорный вопрос, можно ли или нельзя повернуть, так как линия на асфальте то прерывистая, то сплошная. И ДПС пользуется этой возможностью для оформления штрафов автовладельцев. Просим вас услышать нас и изменить и внести коррективы в проект. Безопасные жители не только в автомобильном движении, но и в комфортном жилье, благоустроенном дворе, населенном пункте, а именно любимом селе. Меня зовут Дмитрий. Я являюсь жителем данного села, села Строжовка. Хочу привести вам ряд примеров, как устроены трассы, в том числе и в других регионах. Возьмем, к примеру, трассу Усть-Лобинск-Майкоп. На ее протяжении находится много населенных пунктов. Там решен вопрос просто. Расширением дорожного полотна при повороте налево в любой населенный пункт. Вообще нет никаких проблем. Такие же четырехполосные скоростные дороги, также с разделенными отбойниками. Далеко ходить не будем. Можно в нашей области приводить пример. Село Клещевка. Напротив него есть другой населенный пункт. Там установлены светофоры, причем нет никаких заграждений. Люди могут проезжать спокойно. Далее, двигаясь в сторону Сызрани, есть населенный пункт Елшанка. Напротив него находится коммуна. Им также сделали расширение и поворот налево в коммуну является свободным, без каких-либо препятствий. Почему же здесь мы сталкиваемся с такой проблемой? Для чего вы хотите закрыть? Наш уважаемый президент ратует за демографию, ратует за то, чтобы люди возвращались в села, чтобы жизнь в селах была. При такой доступности инфраструктуры дорожной, какое будет развитие села и какой вообще демографии, если та же скорая к тем же детям не сможет нормально быстро добраться? На этом все. Спасибо. Надеюсь, наше заявление все-таки дойдет до тех лиц, кто должен заниматься этой проблемой. Продолжение следует...